В этом видео я расскажу вам о четырех отличных странах для иммиграции. Речь не пойдет о таких распиаренных странах, как Канада и США, которые к тому же не являются хорошим выбором для иммиграции, а о действительно отличных странах для жизни, хоть и не очень разрекламированных. Если же вам интересно, почему Канада и США не являются хорошими странами для иммиграции, вы можете посмотреть мое видео на эту тему по ссылке в описании. Также, если вы смотрите мой канал впервые, не забудьте поставить лайк и подписаться. Ну а мы начинаем. И первая страна в нашем списке это Чехия. Чехия очень красивая страна, а столица Чехии Прага является одним из самых популярных туристических направлений. Город действительно впечатляет своим величием. Там есть множество мест для прогулок, отличных ресторанов, а также современных спальных районов. Кроме того, в Праге все отлично знают английский язык, что несомненно является большим плюсом. Уровень безработицы в Чехии всего-навсего 2,5%, что является самым низким показателем во всем Евросоюзе. Найти работу в Чехии совершенно несложно. Как высококвалифицированную, так и низкоквалифицированную. Что, безусловно, делает Чехию отличной страной для иммиграции. Несмотря на то, что Чехия очень маленькая страна, работы там очень много. Но кроме этого в Чехии много также других плюсов. Как я уже говорил ранее, Чехия это очень красивая страна, а Прага это просто город-сказка. Ну, посмотрите на всю эту красоту, ну разве это не счастье жить в таком городе? Теперь давайте поговорим о том, как можно переехать в Чехию. Как правило, иммиграция в Чехию довольно-таки несложная, и есть много разных способов иммиграции. Первый и самый частый это рабочая виза, то есть вы просто находите работодателя, делаете рабочую визу и переезжаете. Второй способ это через образование. Образование в Чехии довольно-таки недорогое, и стоит, как правило, от 2 до 3 тысяч долларов в год. Что, в принципе, недорого для европейского образования. То есть, если вы хотите переехать через образование, вам нужно будет сделать студенческую визу и поступить в чешский вуз. Кроме этого, у Чехии есть еще один огромный плюс, а именно язык. Чешский язык относится к славянской группе языков, что значит, что, во-первых, его будет гораздо легче выучить, во-вторых, когда вы выучите этот язык, вы будете понимать уже всех идеально и вообще без проблем. Потому что в чешском языке, как и в других славянских языках, нету такой проблемы с разными акцентами и диалектами, как, например, в западных языках, типа английского, французского и немецкого. Например, в английском вы можете идеально понимать носителей языка, и вообще отлично знать этот язык, но вы можете просто не понять какой-то странный акцент, которых в английском просто дофига. Ну, у меня лично были такие ситуации, например, в Канаде. В чешском же языке такого не будет. Как только вы выучите этот язык, вы будете понимать всех фактически идеально. И следующая страна в нашем списке – это Аргентина. Наверняка для многих это будет немного неожиданно, потому что у Аргентины не очень хорошая репутация. Но сейчас я объясню вам, почему на самом деле эта страна является хорошим выбором для определенного типа людей. Аргентина – невероятно красивая страна. Там есть и ледники, и водопады, и красивые города европейского типа. В частности, Буэнос-Айрес называют Южным Парижем. Многие думают, что в Аргентине очень опасный криминал. Но на самом деле уровень криминала в Аргентине ниже, чем, например, в той же Канаде. Также в таких городах, как Буэнос-Айрес и Кордоба, в целом очень безопасно. Там очень много полиции на улицах, и можно гулять совершенно ничего не опасаясь. Единственное, чего стоит опасаться, так это карманных краж. Потому что карманных краж в Аргентине действительно очень много. Но все-таки, что же делает Аргентину отличным выбором для эмиграции? Во-первых, Аргентина – это отличный выбор для эмиграции людей, которые в состоянии зарабатывать деньги онлайн. Если, например, остальные страны из этого списка в первую очередь подойдут наемным работникам, то Аргентина подойдет тем, кто зарабатывает деньги онлайн. Потому что страна очень дешевая. Также в Аргентине есть такая фишка, что там есть двойной курс доллара. И по черному курсу доллара вы можете продать доллары в два раза дороже, чем по официальному курсу. Например, если за студию в Буэнос-Айресе вам нужно платить по официальному курсу 300 долларов в месяц, то по черному курсу она по факту вам будет обходиться всего-навсего в 150 долларов в месяц. Ну, поверьте мне, что это очень дешево. Также в Аргентине отличные рестораны, отличная кухня, очень много красивых женщин. Ну, в целом, страна отличная для таких людей, которые в состоянии зарабатывать деньги онлайн. Если бы я мог зарабатывать деньги онлайн, я бы тоже наверняка переехал в Аргентину. Также хочу сказать, что для обычных наемных работников там тоже есть шансы на трудоустройство. Потому что в столице Аргентины, в Буэнос-Айресе, очень много международных корпораций. И если вы хороший специалист и знаете английский и испанский, вы без труда там найдете высококвалифицированную работу. Однако, лучше все-таки на это не рассчитывать, потому что Аргентина это страна в первую очередь для тех людей, которые зарабатывают деньги онлайн. Для них она будет очень комфортной. Переехать в Аргентину также очень легко. По факту вы можете туда приехать на год без всяких там виз и просто уже на месте там продлить ваше пребывание и найти пути, чтобы остаться дольше. Также аргентинское гражданство вы можете получить всего-навсего после двух лет легального пребывания в Аргентине. Но разве это не офигенно? Сами аргентинцы очень приветливые и очень открыты на контакт с другими культурами. Единственный минус Аргентины здесь будет в том, что здесь редко хорошо знают английский язык и вам придется изучать испанский. Да, в том же Буэнос-Айресе есть неблагополучные районы, да, там также есть бездомные и преступники. Но они все находятся в каких-то неблагополучных районах, а не например как в Канаде и в США, где они фактически везде. И это просто огромный плюс. В Аргентине и в частности в Буэнос-Айресе очень много отличных районов, которые выглядят отлично, очень дорого и просто невероятно ухоженные и очень комфортные для жизни. Поэтому, опять-таки, если у вас есть возможность зарабатывать деньги онлайн или же вы имеете какой-то пассивный доход, Аргентина это очень хороший выбор для эмиграции. Ну а сейчас мы перейдем к следующей стране, которая уже находится в Европе и подходит наемным работникам, а именно к Румынии. Румыния это не очень популярное направление, но на самом деле это отличная страна для жизни. Потому что сейчас Румыния переживает экономический бум и в Румынии сейчас очень много международных фирм, а также очень много корпорационной работы. Поэтому, если вы свободно знаете английский язык, вы без труда найдете высококвалифицированную работу в Румынии. Также в международные фирмы в Румынии можно без проблем устроиться без румынского языка. Достаточно лишь будет хорошего английского языка. У меня даже есть знакомый менеджер в Румынии, который не знает румынского, но работает на высококвалифицированной работе. Также стоит отметить столицу Румынии Бухарест, который является просто очень красивым городом. Бухарест часто называют маленьким Парижем, потому что город действительно очень красивый. Там очень много красивых достопримечательностей, очень много офигенных парков. Там действительно есть где гулять, где проводить свободное время. Также город довольно большой, в нем живет около 2 миллионов человек. Еще один плюс Бухареста это то, что он находится очень близко от Черного моря, что безусловно огромный плюс для многих. Переехать в Румынию еще проще, чем в Чехию. В частности, граждане Украины могут переехать в Румынию без всяких виз и дополнительных разрешений. А что касательно других национальностей, то здесь стандартные формы иммиграции, как, например, в Чехию, те же студенческие визы, рабочие визы, ну и другие способы иммиграции. В принципе, мой ролик не о способах иммиграции, а больше о доступных странах для переезда, в которых отличный уровень жизни. Из минусов Румынии это, безусловно, румынский язык, который очень непростой. Однако, если вы будете работать в международной фирме, то вы можете спокойно обходиться одним английским. Хотя, разумеется, что в будущем желательно выучить румынский. Также к плюсам Румынии стоит добавить очень низкие цены, а также минимальный уровень преступности, что, безусловно, не может не радовать. Ну а мы переходим к последней стране из нашего списка, а именно к Польше. Польша это страна, в которой я живу уже 4 года, и я хочу сказать, что это отличная страна для жизни. Здесь очень много работы, очень много возможностей, ну и в целом страна очень комфортная. Я не буду в этом видео подробно рассказывать о Польше, потому что я уже снял довольно-таки много видео про Польшу. Но если вам интересна Польша, то я рекомендую вам посмотреть мое видео о плюсах Польши, которое называется «Почему жить в Польше круто?» и ссылка на него, разумеется, будет в описании. Хотя, разумеется, что кроме плюсов, в Польше также очень много минусов, которые, в принципе, довольно-таки существенные некоторые из них. Хотя они все равно не идут ни в какое сравнение с такими серьезными минусами, которые есть, например, в Канаде или в США. Однако, если вам также интересно узнать о минусах Польши, то также рекомендую вам посмотреть мое видео про минусы Польши. Также хочу сказать, что кроме стран из этого списка, есть еще много отличных стран для иммиграции. И в будущем я планирую еще снять много видео о них. Так что, чтобы ничего не пропустить, не забудьте подписаться на мой канал. Ну и, разумеется, поставить лайк тоже можете. А я благодарю вас за просмотр, желаю вам отличного дня и до встречи в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok